Здравствуйте, меня зовут Ерохин Никита Алексеевич, я являюсь советником по воспитанию школы номер один Сколково-Тамбов. Уже на протяжении двух месяцев наши учебные недели начинаются с поднятия флагов и особого урока разговора о важном. Сегодняшний наш урок был посвящен важнейшей теме, стратегической теме атомной промышленности России. Сегодня у нас с вами не простой урок. Урок будет посвящен атомной отрасли. Ну, прежде чем мы начнем с вами говорить об атомной отрасли, давайте подумаем, а где эту атомную отрасль могут развивать? О чем сегодня вообще посвящен классный час? Это атомная энергетика. Что же из себя представляет атомная энергетика? Для чего она? Да. Атомная энергетика это альтернативный способ добычи электроэнергии с помощью энергии атомов, обогащенного или объединенного урана, как скажете. В общем-то в России 10 атомных электростанций, которые дают 33% всего электропотока, обеспечивают страну на 33%. То есть из этого можно сказать, что 1 кг урана эквивалентен 3 тоннам угля при сжигании. И дает такой же выброс энергии, как и эти сожженные тонны угля или природного газа. Да, 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 вот у нас большая карта. А вот тут. Так, вдоль, вдоль северного ледовитого океана. Океана, молодец. Вид транспорта оптимальный, чтобы именно на нем можно было путешествовать, чтобы на нем было гораздо безопаснее. Молодец, так, отлично. Все, транспортное развитие нам правильно сказал в свои шаги развития. То есть нужен будет новый хороший транспорт. Так, экономическое развитие, что нам скажут, что? Нужно какие шаги предпринять для того, чтобы развивать Арктику? Пожалуйста, Мария. Для того, чтобы изучить территорию Арктики, нужно сначала понять кабинет самой территории Арктики. Как мы пару минут назад узнали, что Арктика является одним из источников полезных ископаемых. Поэтому развитие вот этого региона для нас, как для России, это будет очень выгодно, да? Это будет очень выгодно, да. Поняла, поняла, отлично. Так, ну и последнее, естественно, естественно, социальное развитие. Что же нам придется? Какие-то тексты развития? Для своей арктики нам придется не только хорошее транспорт, хорошее клиническое состояние страны. Нам еще нужны сильные люди. Сильные не только физические, но и, собственно, духовные. Духовные, нравственные, да. Для этого я предлагаю проводить отборы среди социально подготовленных людей, продолжать их тренировать, поддерживать тех, кто уже находится в Заполяне. Ну и в том плане поддерживать не только морально нас, да, но и материально. А сегодняшнее время к чему было бы священо? Атомной отрасли. Атомной промышленности России. Хорошо. И что ты нового узнал сегодня об атомной энергетике нашей? То, что она рождается из Арктики. Из Арктики. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.